В Гомеле проходит ежегодный открытый турнир по теннису «Золотая осень». За призовые места борются больше 50 спортсменов. Это юноши и девушки до 12 лет из Гомеля, Минска и Бобруйска. Для сравнения, в прошлом году в турнире участвовали всего 30 человек. Завтра матчи начнутся в 10.30. Завершится турнир 13 октября. В этом возрасте именно до 12 лет категории наша команда в республике занимает практически ведущие позиции. Мы наравне сегодня можем бороться и с городом Минском, где основное направление тенниса у нас развивается, с городом Гродно, Витебском. Со всеми можем конкурировать. Наши ребята подрастают, показывают очень высокий уровень. То есть это показывает, что у нас тренерско-преподавательский состав хорошо подготовлен. В нашей области большой теннис развивается в Гомеле и Светлогорске. Однако уже сегодня спортсмены Гомельщины – главные конкуренты столичных теннисистов. Например, этим летом в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ первой стала именно команда ГОЦОР по теннису. Победившая с большим отрывом. А сейчас гомельчанка Стефания Непаренко готовится выступить на чемпионате мира по теннису в Монако. Ближайшие турниры для гомельчан – республиканское первенство и международный турнир среди сеньоров Гомеле Open 2019. Завтра в Гомеле стартует открытый областной мемориал памяти тренеров по вольной борьбе. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В областной центр приедут спортсмены со всей Беларуси, а также Украины и России. Бои будут проходить на площадке Дворца легкой атлетики. Церемония открытия турнира в 10 часов. После этого сразу начнутся поединки. Еще одна хорошая новость для любителей единоборств. Завтра стартует пятый областной турнир по дзюдо. За победу будут бороться юноши 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. В Гомель приедут дзюдоисты со всей Беларуси, а также из Украины, России, Латвии и Узбекистана. Все поединки пройдут в спортивном комплексе «Гомсельмаш». Старт соревнований в 12.00. В Гомеле проходит Кубок Беларуси по боксу. В течение пяти дней 84 спортсмена со всей страны будут определять лучшего. Бои проходят в зале бокса областного центра Олимпийского резерва. Сейчас завершаются последние предварительные поединки. Завтра пройдут полуфинальные бои. Финал турнира запланирован на 12 октября. После последнего боя состоится закрытие Кубка Беларуси и церемония награждения. По вчерашнему дню у нас два наших мельчанина боксировали. Они поиграли в довольно-таки упорных поединках. Сегодня уже Чеваркова, Мельченко, уже победители досорочно встали в этих боях. Предварительных уже вошли в полуфинал. И к другим новостям бокса. Гомельчанки Виктория Кебикова, Юлия Апанасович и Галина Бругевич завершили выступление на чемпионате мира по боксу в Улан-Одэ. Виктория Кебикова уступила представительнице Марокко. Юлия Апанасович не смогла одолеть свою соперницу из Германии. Несколькими днями ранее Галина Бруевич проиграла спортсменке из Узбекистана. Напомню, на прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели Виктория Кебикова завоевала первую в истории Беларуси бронзу. В Калинковичах прошел турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера БССР Михаила Даленко. На ковер выходили борцы 13-15 лет. В этом году в турнире участвовали 10 команд. Из Гомеля, Светлогорска, Мозыря, Калинковичи, Минска, Бреста и Бобруйска. В этом году к белорусам присоединилась и борцовская дружина из украинского Мариуполя. Всего 115 борцов бороли за призовые места в 10 весовых категориях. По итогам соревнований первыми в своих весах стали гомельчане Семен Дойчев, Никита Межейников, Егор Новиков, Ян Белявский, а также Олег Кроголь из Калинковичей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.